Приветствую зрителей и подписчиков моего канала и мы продолжаем играть мод Кайзер Дукс, Кайзер Эх Экспэншн за вторую Американскую Республику. Это канал Alex and Play. И в прошлой серии мы провели к власти Уильяма Джозефа Симмонса и Старую Демократическую Партию, Национальную Демократическую Белую Лигу, НДБЛ, которая представляет различные фракции Куклус-клана. Вот, мы провели уильяма Джозефа Симмонса, императора, как он себя называет. Вот, и движемся, стараемся провести старый клан к власти Стивенсона. Ну и у нас тут, конечно же, идет гражданская война, ну и мы пока находимся в обороне. В принципе, у нас неплохо, неплохое количество дивизий, 72 дивизии, это очень хорошо. И этого нам достаточно. Но пока я не буду никакие наступательные операции стараться делать, потому что у нас еще восстанут чернокожие, нам надо будет с ними сначала разобраться. Поэтому я сейчас готовлю еще дивизий, где-то несколько штук. Ну, где-то, наверное, 8 штук будет нормально, мне кажется. Справиться. Хотя, ладно, сделаем 10. 10 дивизий и как раз-таки этого, я думаю, нам хватит. Поэтому желаю вам приятного просмотра. Также меня еще просили все-таки взять, раз играем за Шизу, то взять фокус на агрессию, агрессию Алмонда и взять доктрину массированного штурма. Зря я вот это тогда взял, получается, происходство в него мощи. Надо было все-таки брать вот этот массированный штурм. Ну ладно, блин, обидно тогда, что я взял. Уже. Ну ладно, как-нибудь тогда придумаю сейчас. Черные интеллектуалы распространяют пропаганду. По мере того, как части Черного пояса становятся де-факто автономными из-за сильного сопротивления, мы получаем сообщения о черных организаторах, которые входили в поселение черных, которых послали видные интеллектуалы и их группировки, в частности Дебуа, Вауна, также синдикалисты нации ислама и черных, и активисты движения за гражданские права в рамках НАКОП. Они, очевидно, помогают в организации нового правительства из-за относительной безопасности издалека, скользая от наших ватки. Черт. Да, неприятно. Еще, наверное, нам и с ними придется бороться. Ну, в любом случае придется, потому что они восстанут. Поглотить белые колпаки. В настоящее время правительство Индбелл имеют очень четкую организацию в отношении различных белых лиг, особенно тех, которые используются для операций против врагов государства. Куанитированные подразделения белой лиги, местные ополченцы и так далее. Должны быть официально включены в состав НДБЛ, даже в качестве ветви правительства. Прекрасно. Получим 8,5 тысяч людей. Также просто базовая поддержка войны. Плюс 5. И 450 единиц пехотного снаряжения. Тоже мы получим в запас. Тоже неплохо. Забавно тут случилось, что как-то тут засланный казачок появился. Вот здесь, вот в Кентукки. Но мы его уничтожим сейчас. В скором времени. Ну, отлично. Нас пробить вообще не могут враги. Это хорошо. Как раз мы сейчас копим все снаряжение, винтовки, доп. оборудования, грузовики, артиллерию. Уже у нас много, на самом деле, с вами пехотки. Так, ну давай тут, в принципе, две дивизии. Вот за 10 еще сделаем, чтобы было просто 10. И все. Я думаю, 10 нам хватит. Черное налогообложение. Некоторые члены СДП и НДБЛ настаивают на том, чтобы увеличить налогообложение на чернокожие районы ради военных действий. утверждают, что их лояльность по отношению к новому правительству ненадежна. И что их нелояльность делают, и что их вызовы нашим социальным структурам привели к этой войне. Таким образом, члены СДП и Джон Ранкин и лидер НДБЛ просят нас начать использовать их ресурсы для войны в качестве возмездия, прежде чем они будут использованы против нас. Конечно, другие члены СДП и военные протестуют против этого, отмечая, что мы не можем позволить рассердить чернокожие населения, поскольку беспорядки и черные ополченцы нанесут огромный ущерб нашим военным усилиям. Вместо этого предлагаю пока уважать их относительно автономии в их собственных районах. Но мы уже клановцы, поэтому это для Мюрея подходящее предложение, что опасное предложение. А мы выберем, пора платить по счетам. Ничего, мы готовы к этому восстанию, так что все будет норм. Организация черного сопротивления. Ячейки черного сопротивления бросили свои общие идеологические разногласия, связанные с экономикой и расовым национализмом, противогражданского национализма. Пошли к простому согласию, что наше правительство нужно противостоять, что наше правительство нужно противостоять. Организованные во все более эффективные ячейки, им удобнее нападать на нашу военную полицию и сторонников ополчения вблизи своей территории. Наши ответные меры только подтолкнули еще больше чернокожих американцев к их оружию. Проклятие. Тут добавлены идеи сопротивления черных националистов. Сосистическое сопротивление оступилось. Неплохо. В последнее время наблюдается падение поддержки ополчанцев Красной Гвардии, поскольку их отряды продолжают страдать от репрессий и низкого уровня вербовки. Политически подкованные рабочие все больше смотрят в будущее, а промышленных саботаж снижается. Прекрасно. Ну и давайте бороться с черными освободительными отрядами. Все-таки с БВК-ми федералистами тоже, и бороться с преступностью тоже можно. Но пока, в принципе, прожимать наступление какое-то вот эти вот бонусы на наступление и оборону против федералистов, синдикалистов и тихоокеанцев, я думаю, пока не стоит. Пока мы и так справляемся без этого. В наступление все равно мы пойдем, когда восстание чернокожих только сокрушим. Только тогда можно будет наступать. Хотя что-то они начинают нас жестко атаковать уже здесь черный призыв. Так, ладно, давай против Лонго тогда на всякий случай. А, тихоокеанский, а на Лонго что нельзя в смысле? Почему это? Ну ладно. А, ну вроде выдерживаем, вроде выдерживаем. С трудом, конечно, где-то атакуют нас жестко. Черный призыв. Хотя наше налогообложение черных соседей стало прибыльным, оно увеличило сопротивление черных к нашим целям, вызывая гнев, что еще больше побуждает наказывать их. Большинство членов СДП и НДБЛ, включая генерала молодого клана Виклифа Дрейпера, не считают, что чернокожие умственно способны быть опытными воинами. Однако из нашей нехватки численности и сопротивления черных жертвовать свои средства ради карт широко распространены требования призыва черных солдат для выполнения грязных работ, спорвогательных должностей и базовых охотных атак. Чудно, это сильно разозлит черный пояс, в котором проживает большая часть нашего чернокожего населения. Наши внутренние полицейские службы рекомендуют не делать этого, хотя наши политические фракции решительно настаивают на этом. Но мы тут тоже сделаем это. Давай, сделать это. Почему бы и нет. Блин, только вот против Лонгой я поражать не могу решение. Нас как бы жестко бьют, на самом деле, что очень неприятно, мягко говоря. Но хотя, хотя вроде выдерживаем атаку. Не так все страшно. А вот и черное восстание. Ну мы не особо готовы к нему, как оказалось. Ничего, сейчас разберемся. Черный пояс наконец-то организовал переворот против угнетателей в регионе с подавляющим числом темнокожего населения. Объявил свои столицы Бирмингем, заглатив территорию на юго-востоке страны. Депла объявил себя номинальным лидером нации сгоя. И нам не остается ничего, кроме как вступить с ним в открытую конфронтацию, дабы не получить удар спины. Как вовремя. Черт бы их побрал. Да. Так. Значится. Ну, вообще столица не в Бирмингеме, конечно, ну ладно. А в Чарльстоне, но ничего. Главное, чтобы они еще восстали поскорее. И объявили войну, а то видишь тут. Ладно, пока так отставим. Надеюсь, сможем разобраться с ним побыстрее. Так. Экономика родства. Только через общие жертвы наш народ может надеяться на сплочение. Экономика родства делает упор на ведение бизнеса, принадлежащего поколению и семье. Также на предпочтение белых соседчинков в наших налоговых кодексах и законах о собственности. Окей. Давайте это возьмем. Все, чернокожие нам объявляют войну. Ну, давай вот этот начнет просто наступать здесь везде. Здесь я даже не знаю смысл, есть ли атаковать. Давай попробуем несколько дивизий отправить. Тут можем, в принципе, как-то так сделать. Тут главное быстрее столицу брать. Чарльстон. И все. И тогда нормально будет. Просто быстро тут расходиться и все. Я думаю, в принципе, легко будет разобраться с этим восстанием. Все, черлистон взяли. Чарльстон. Такой же восстание на 40% готов капитулировать. Теперь нам надо вот сюда и топать. Обязательно. Обязательно сюда топать. Так, тут мы столицу взяли у них. Прекрасно. Все хорошо, все отлично. Мы разберемся. Главное, чтобы нас не давили тут, на других фронтах. Но вроде бы этого не происходит. Вроде бы все в порядке. Давай, Джек Консвилл возьмем. Теперь они на 80% готовы. Капитуляции. Тут давай вот сюда идем. Тут, в принципе, давай вот Монгомер возьмем. Все, Бирмингем осталось взять в целом. И все. И на этом можно будет заканчивать. Так, осталось только взять чертов Бирмингем. Так просто они капитулировать не хотят, кстати. Да, черт. Узкие еще послали. Да блин, вы что, охренели что ли, ребят? Че делаете? Ну блин, я думал будет проще. Угу. Проще. Очень просто. Че за фигня-то? Когда я думаю, что легко, получается сложно. Когда я... Когда мне легко, я думаю, что будет сложно. Короче, все, вы вот здесь вот будете стоять. Не, не, не. Да блин, короче. Просто тут стоите. Вы начинаете здесь атаковать. Ладно, тут придется выйти отсюда. Свалить придется отсюда. Хорошо, мы попробуем их переиграть. Все отсюда из Бирмингема с этого свалили. Во, а теперь мы их обманем. Нормально. Бирмингем все взят. Они должны капать. Да, они капают. Прекрасно. Давайте. Все, переиграли просто. И уничтожили. Все в порядке, все в порядке. Не волнуемся. Так, стоп. Теперь время. Так, теперь время. Времечко. Так, во-первых, возвращаем все войска сюда. Это, во-первых. Давай сюда. Все. Теперь стоп. Стоп, стоп. Все, вот так вот действуем. Сейчас новый фронт. Снова нарисуем им. Блин, тут что, войска были? А, у меня войск, слава богу, нет. Хорошо. Давайте вот так вот нарисуем фронтик. Так, южный сиропный опиат Америки. Ладно, это нам не очень интересно. Пусть все меркаться создаются вкусом нашей колы. Фабрики тут можно получить. Стополитку отдать. Ладно, не-не-не. Пусть кола будет нашим маленьким южным лакомством все-таки. Так. Что также можем тут? Лангийский фронт, наверное. Хотя, пока не знаю, короче, что тут прижимать по бонусам. Пока так оставим. Главное, мы с черным восстанием разобрались. А дальше уже как пойдет. Так, теперь что тут можно взять? В принципе, памяти Стонвола Джексона. Давай. Вот этот фокус возьмем сейчас. Но восстание подавили мы довольно просто. Довольно легко смогли его подавить. Тут прикачиваем дальше нашу дактрину. Принц, закупить бы. Но... Нам не могут продать. Вольфрам, к сожалению. Что поделать. Уничтожение черного сопротивления. Черное сопротивление нашей власти окончательно разваливается, поскольку наши контратаки на них и их сторонников оставляют их все более неорганизованными и деморализованными, превращая их скорее в свободные группы ополченцев, чем хорошо связанных полувоенных, которыми они когда-то были. Мы должны довести дело до конца. Покончить с ними. Все. Сопротивление черных националистов было убрано. И вот чернокожих. То есть осталось у нас только сопротивление. Ну, активность мафии осталась. Небольшая. Сопротивление социалистов немножко, федералов, минитменов. Но, в принципе, мы с ним разберемся, так что в целом, в целом не страшно. Ладно, лангистский фронт. Кстати, тут пусто. Можем попробовать походить здесь. Понаступать. Даже можем где-то и в наступление пойти, слышь. Можем себе это позволить в целом. Почему бы и нет? Особенно вот на лонга. Потому что он тут полупустой. Полупустой фронт. Можем небольшие контратаки сделать. Не знаю, насколько это хорошая идея. Но вроде нормальная. Вроде получается. Хотя бы новый Орлеан взять. Нам необходимо. Тогда будет все хорошо. Тогда будет все полегче. Но пока, да, все-таки есть у нас положительные моменты. Есть хорошие моменты атаки. Так что будем этим пользоваться обязательно. Христианская трудовая этика. С появлением нашей нации начинается раскол в трудовой этике по всей стране. Некоторого радикалов в старых демократах не хотели. По всей стране наблюдается упадок нравственности. Так как все еще проводят шаббат. А спиртные напитки продолжают существовать. Безнравственность будет подавлена. Окей. Давайте. Будем бороться с этим. О, революция в России еще происходит тем временем. Ну, хорошо, хорошо, ладно. В принципе, это не так плохо. Слабить сопротивление минитменов. Давай, го. Сделаем это. Но пока наступление очень неплохо идет. На федералов, на леваков. На лонга тоже. Очень неплохо все действуем. Черный пояс становится все более нестабильным. Опять? Черный пояс это южная территория, которая стала неспокойной при нашем правительстве. Так мы же с ними разобрались, как бы. Нет раз. Черного где сопротивление? Сопротивление чернокожих уже нету, в смысле. Как бы. Как бы. Но все равно почему-то есть. Странно. Так. Ну, пока наступление реально хорошо идет. Мы прям проносим в некоторых местах наших врагов. Лонг уже готов на 22%. Капитуляции, конечно, это мало. Ну, ладно. Но мы главную столицу его взяли. Это хорошо. Так, теперь давайте дальше продолжим качать нашу доктрину. Нашей армии. Так. Ой, как раз две дивизии осталось, чтобы пополнить армию Пауэля Мюнлера. Так. Ну и давайте удар по боевые кам. О, с преступниками и с федералистами тоже. Нормально, федералистов мы тоже дали. Освобождаем тут некоторые наши территории. Плюс еще. А, тут машинки везде. Я поставлю моторизацию приоритет. Потому что в целом можем себе это позволить. Так, уже к Хьюстону, кстати, подходим. Нас пытаются тут задержать. Но у них это не получится. Все. Хьюстон наш. Не готовы на 35% капитулировать. Тут еще Остин, конечно. Я пока не рискну пойти прям в жесткую атаку. Пока не рискну все же. Так, тут давай не забываем эксперта по пехоте вкачивать. Обязательно надо это прижимать. Не забывать. Тут пока тактики никакие вставить мы не можем. Здесь, в принципе, что? Эксперт по пехоте тоже. Пускай фидмаршал прокачает в целом. Так, что тут еще можно сделать? Тут, я думаю, логистику возьмем. Это тоже нам важно. Белое благосостояние. Первым делом необходимо определить, кто является истинным гражданином нашей страны и заслуживает помощи. Если они смогут преследить свою родословную для ближайшей крови, тогда НДБЛ получит государственные субсидии, чтобы они могли оказывать прямую помощь наиболее нуждающимся из утвержденной группы. Таким, как недавно оставший вдовой или потерявший недавно работу. Будет змей на идее, экономика родства, на идею белое благосостояние. Окей. Но, скорее всего, сейчас наступление надо будет остановить. Уже начинают убиваться. Только главное вот здесь. Вот мы сейчас окружение устроим. Надеюсь, все-таки устроим его. Да, так. Значит, вот сюда. Во-первых, мобилы надо пробивать все же. О, Норфолк, точнее. Брать Норфолк, чтобы снабжения тут у них не было. А хотя еще и Лизбет-Сити надо брать. Ничего, Лизбет-Сити мы тоже возьмем. Чтобы они не выплыли отсюда. Выплывут, будет неприятно. Давай, 84, 85. Да вот этого должны. Должны пробить. Ну, блин. Ну, блин, они уплывут, что ли? Серьезно, что ли? Давай, пожалуйста. Закатли здесь их. Это очень важно. Не, уплывут, походу. Черт. Нитмены сопротивляются. Тогда покончим с ними. Отлично. Обязательно покончим. Так. Давай, вот это закроем и наступление на этом закончим. Да. Все. Атаковать не надо больше. Тут бессмысленно атаковать уже. Атаковать тут уже не нужно. А то мы убиваемся уже. Не надо. Понимаю, что, возможно, вы бы пробили, но не надо, а то плохо все будет. Блин. Так. Остановитесь, ребят. Остановитесь. О боже, какие дауны. Ну, нам сейчас будет очень тяжело тут обороняться, конечно. И, конечно. Продолжение следует... 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 Всем удачи и пока, пока, пока